Гоголь был самым модным русским писателем или лучше сказать ни один русский писатель не уделял так много внимания одежде своих произведениях по числу упоминания предметов одежды во всех своих произведениях он превосходит всех русских писателей и да даже пушкина пожалуй гоголь единственный кто вознес предмет гардероба заголовок шинель 1942 года всем привет с вами юля создатель бренда julia f и в этом выпуске я хотела бы прикоснуться к искусству с литературной стороны многие считают моду чем-то поверхностным глупым что она для дураков на которых зарабатывают деньги однако я на своем канале стараюсь показать своим зрителям что мода является нечто большее глубинное значимое и сегодня мы поговорим с вами о гоголе николай васильевич гоголь один из самых величайших русских писателей 19 мека известны своими сатирическими реалистическими произведениями такими как мертвые души ревизор или вечера на хуторе в ледиканьке он не был модельером или дизайнером однако его творчество личность оказали значимое влияние на моды причем это влияние прослеживается нескольких аспектах личный стиль гоголя не оставался незамеченным его манера одеваться включавшая длинное пальто шляпы шарф и стала своеобразным символом интеллигентности и творчества он был известен своей эксцентричностью и самобытностью литературный критик павел аненков своих воспоминаниях рассказывал что с приближением лета он гоголь начинал выкраивать для себя шейные платки из киси и батиста подпускать жилеты на несколько линий ниже плеч и занимался этим делом весьма серьезно я заставал его перед столом с ножницами и другими парняжными материалами в сильной задумчивости гоголь также рисовал узоры для ткани ковров краю занавески и сестрам платья тот период когда гоголь живет в петербурге он отмечен стремлением выглядеть элегантно следовать моде когда гоголь жил в жене в украине он писал другу герасиму высоцкому в петербург с вопросом а что там носят а какого цвета фраки в моде какой покрой сейчас моде и очень часто это выглядело немного конечно когда провинциальный парень хочет выглядеть столичным пример цитата из истории моего знакомства с гоголем аксакова передо мной стоял гоголь в следующем фантастическом костюме вместо сапог длинные шерстяные русские чулки выше колен вместо сюртука сверх фланелевого камзола бархатный спензер шея обмотана большим разноцветным шарфом а на голове бархатный малиновый шитый золотом кокошник весьма похожий на головной убор мордовок в этом всем есть еще элемент театральности когда гоголь театрализирует свою жизнь некий элемент карнавала это не говорит о том что всегда так ходил он очень следил за модой и ему было важно чтобы его герои соответствовали моде гоголь жил и творил в эпоху когда одежда играла важную роль в определении социального статуса человека она была неотъемлемой частью общественной иерархии часто служила индикатором благосостояния профессии и даже личных качеств своих произведениях гоголь мастерски использовал описание одежды чтобы подчеркнуть социальные различия и показать как внешний облик влияет на восприятие человека окружающими например в повести шинель главного героя как я какевича башмачкина его старая изношенная шинель символизирует его бедственное положение неприметное существование башмачкин мелкий чиновник чей внешний вид отражает его низкое социальное положение и отсутствие влияние когда он наконец решает шить новую шинель это становится символом его надежд на лучшую жизнь и признание новая шинель я башмачкина не просто одежда а средство самоотверждение и стремление уважению гоголь использовал описание одежды для создания более глубоких и многослойных портретов своих персонажей одежда помогала передать их внутренний мир моральное качество и даже психологическое состояние внимание к деталям одежды позволило гоголю более тонко и точно изображать своих героев писи ревизор гоголь использует одежду как инструмент обмана и социальной игры главный герой листаков прибыл в провинциальный город выдав себя за важного ревизора его внешний вид включающий модный костюм и изысканные манеры помогает ему убедить местных жителей в своей значимости гоголь мастерски описывает как одежда и внешний облик могут влиять на восприятие человека окружающими в ревизоре модная одежда хлистакова становится частью его маскировки помогая ему успешно играть роль которую он на самом деле не способен выполнить это показывает насколько важна была мода в контексте социальной иерархии и человеческих взаимоотношений одежда в произведениях гоголя часто имеет символическое значение выходящее за рамки просто описание внешнего вида она становится метафорой жизненных обстоятельств и внутреннего состояния персонажей гоголь умело использует одежду чтобы подчеркнуть основные темы своих произведений такие как бедность тщеславие лицемерие и борьба за признание шинели новая шинель башмачкина символизирует его стремление социальной справедливости и человеческому достоинству однако когда шинель украдено это не только личная трагедия героя но и символический акт показывающий жестокость и безразличие общества через этот эпизод гоголь критикуют социальную систему в которой внешнее благополучие имеет большее значение чем человеческие качества и достоинства описание одежды также помогает гоголю создавать живописные и достоверные картины своего времени через детальное описание костюма ткани аксессуаров он переносит читателя в мир 19 века делая его более ощутимым и реальным эти детали воссоздают атмосферу эпохи показывает как люди одевались и что для них было важным мертвых душах гоголь использует описание одежды для передачи разнообразия и многообразия русского общества костюмы его героев варьируется от роскошных богатых до скромных и бедных что помогает показать социальное неравенство и характер каждого персонажа описание одежды служат важной частью повествования создавая живые и запоминающиеся образы театральные постановки произведений гоголя также оказывают влияние на моду костюмы созданные для спектаклей по его произведениям тщательно воссоздают одежду той эпохи передавая атмосферу и дух времени такие костюмы не только помогают актерам погружаться в свои роли но и служат источником вдохновения для современных модельеров например в постановке мертвых душ костюмы героев отражают разнообразие русского общества 19 века богатые ткани сложные орнаменты детали характерные для моды того времени помогает зрителям погрузиться в мир гоголя и лучше понять его персонажей эти театральные костюмы могут влиять на моду вдохновляет дизайнеров на создание коллекций основанных на исторических стилях современные дизайнеры продолжают черпать вдохновение из произведений гоголя его внимание деталям описание одежды ее роли в жизни персонажей оказывают влияние на модной коллекции которые объединяют исторические элементы и современные тенденции некоторые модельеры обращаются к русскому стилю 19 века переосмысливая его в современном ключе в их работах можно увидеть элементы характерные для эпохи гоголя вышивку бархат парчу сочетание ярких цветов такие дизайнеры как вивьен вестфуд александр маккуин известные своей любовью к историческим отсылкам и глубокой культурной символики в своих коллекциях например валентин юдашкин один из ведущих российских модельеров своих коллекциях часто использовал элементы русского народного костюма и моды 19 века вдохновляясь произведениями гоголя он создавал образы которые объединяют прошлое настоящее демонстрирует как классика может быть актуальной и сегодня николай васильевич гоголь оставил неизгладимый след мировой литературе но его влияние на культуру и искусство простирается далеко за ее пределы его внимание к деталям символизм одежды в его произведениях и глубокое понимание человеческой природы находят отражение в современном мире моды гоголь показал что мода это не просто одежда а важный элемент культуры отражающие общественные процессы и человеческие эмоции его наследия продолжают жить и вдохновлять новых творцов демонстрируя как тесно могут переплетаться разные сферы искусства моды и литература прошлое и настоящее классика и современных все это находит общий язык творчестве николая гоголя пишите в комментариях как вам творчество гоголя и обращали ли вы внимание на стилистические элементы в его произведениях ранее надеюсь этот выпуск был для вас полезным и интересным если это так ждут вас ваших лайков делитесь этим видео со своими друзьями а я с вами прощаюсь всем прекрасного настроения и пока пока пока